Приветствую, друзья! Просто какое-то удивительно запредельное количество вопросов на совершенно, казалось бы, банальную тему по поводу целесообразности сейчас в пандемию коронавируса ходить или пользоваться медицинскими перчатками. Особенно меня эта тема волнует, когда я постоянно вижу депутатов, политиков, больших чиновников, врачей, которые перед телевизором сидят в резиновых перчатках. То есть я, с одной стороны, еще раз говорю, понимаю, что когда закрыты косметические салоны, то спрятать с помощью перчаток отсутствие красивого маникюра, это да, это очень серьезный плюс. Но в целом давайте попытаемся вместе ответить на вопрос, для чего нужны перчатки, которые мы надеваем на руки и которые от вас требуют власти некоторых стран или некоторых городов в качестве обязательного условия выхода из дома. То есть выйти из дома можно только в перчатках. Давайте расставим точки над «и». Мы все уже знаем, что если на руке находится вирус, ну в смысле мы этой рукой коснулись чьих-то соплей или слюней, которые находились на какой-то поверхности или на дверной ручке, или на предмете, на который кто-то перед этим начихал. И мы этой рукой прикоснемся к слизистой оболочке рта, носа или глаза, то таким образом возможно инфицирование. Это очевидно? Очевидно. Если у нас на руку надета перчатка, и мы этой перчаткой взялись за что угодно, где есть сопли и слюни, инфицированные коронавирусом, то с таким же точно успехом, еще раз говорю, с таким же точно успехом мы этой рукой в перчатке можем прикоснуться к рту, к носу, к слизистой оболочке глаза. И что это изменит? Вот что совершенно непонятно. Ну вот никак непонятно. Я обращаю внимание на то, что медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай. У них есть совершенно конкретные показания. Они придуманы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека от болезней, которые передаются с помощью крови. Когда человека, у медработника руки в крови, понимаете, руки в крови, то, естественно, он рискует своей жизнью, поэтому для этого существуют перчатки. Далее. Когда человек стерилизует руки, постоянно обрабатывает их всякой химией. Вот я человек, который в молодости, вот когда я начинал работать врачом, то перчатки резиновые были страшный дефицит. У меня руки пожжены йодом. У меня до сих пор проблемы у всех датчиков, которые определяют отпечатки пальцев. У них всех с моими руками проблемы, понимаете? После того, как в молодости чуть ли не каждый день приходилось йодом пальцы обрабатывать. И понятно, что тогда были придуманы резиновые перчатки. После этого их можно было не жалея, мазать йодом и так далее. То есть смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен. Мыть руки, мыть руки, еще раз мыть руки. Но при чем тут перчатки? Нет, я понимаю, что если власти получили какие-то денежки от производителей перчаток, это очень даже круто. Если с помощью отсутствия перчаток мы создали полицейским поводом к человеку прицепиться, то да, это можно очень даже неплохо заработать. Это очень круто. Опять-таки, а понимаем ли мы, что когда человек вернулся в дом в перчатках, то в процессе снятия перчатки, снятия, люди сплошь и рядом не умеют снимать перчатки. Он инфицируется в процессе снятия перчаток. А потом дальше, а что делать с перчаткой, которую вы сняли? Представляете, какое количество мусора. Просто никому не нужного мусора мы добавляем в окружающую среду, используя перчатки. Опять-таки, перчатки, если они стоят денег, то никто не будет одноразовые перчатки использовать как одноразовые. Люди будут шастать в этих перчатках, хвататься за все, что угодно. Потом эти перчатки мыть, стирать или просто не мыть и не стирать, а надевать повторно. Они будут думать не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики. Поэтому, ребята, давайте не впадать в маразм. Перчатки нужны медицинским работникам. Но перчатки не надо надевать всем подряд. Это неправильно. То есть, еще раз говорю, если конкретный человек, конкретный Вася, Петя, Маша, хочет надеть перчатки и в них гулять, да на здоровье. Никто ему запретить не может. Но это не должно быть обязательным правилом. Потому что с эпидемиологической точки зрения это, а, никому не нужно, б, это вредит экологии, в, это повод для коррупции на продажах перчаток и так далее. Это еще один повод недобросовестным полицейским цепляться к людям. Это еще один повод людей загонять в депрессию и тратить деньги хрен знает на что. Давайте не превращать медицинскую науку, великую, великие достижения эпидемиологии в бред. Просто когда люди, люди не понимают смысла решения властей, это дискредитирует власти. Поэтому возьмите себя в руки, перестаньте заниматься фигней. Отмените эти дурацкие распоряжения, если вы их уже ввели. Или подчеркните, что это не обязательно. Обязательно это для медицинских работников. Медицинский работник не имеет права прикоснуться к телу другого человека, если у него на руках нет перчаток. Вот это другой вопрос. Делайте правильные выводы.